В девятый раз Абазинский район Крачаевой Черкесии встречал участников и гостей фестиваля культуры и спорта народа Абаза. На этот раз праздник спорта состоялся в ауле Апсуа, куда из соседнего Ставрополья, Москвы, Республики Абхазия и других регионов собрались спортсмены, болельщики и те, кто не остается в стороне от здорового образа жизни, физкультуры и всегда готов принять участие в спортивных состязаниях. Эти игры не способствуют и сплочению всех народов нашей республики, потому что на эти фестивали уже каждый год приезжают все наши братские народы, и карачаевцы, и черкеси, и нагайцы, и русские. Все мы одной единой семьей и принимаем в этом такое активное участие. Соревновались команды по нескольким спортивным дисциплинам. Футбол и волейбол, стрельба из винтовки и прыжки в длину, неотъемлемой частью соревнований стали метание камня и поднятие гири. Не в первый раз приезжает для участия в абазинских играх команда из Москвы, которую возглавляет председатель Московского культурного общества Абаза Мурадин Урчоков. У нас приехало пять человек. Я сам буду участвовать в стрельбе из лука, стрельбе землокалиберной винтовки. Я уже второе место занимал, третье место занимал. Надеюсь, что первое место будет. У нас бег 100 метров, прыжки в длину мальчики-девочки, и у нас еще девочка, стрельба из лука и стрельба из винтовки. Стрельба из лука, она попала в финал. Посмотрим, как будет финал. Вряду с командами из авалинских аулов, а это Псыш, Красный Восток, Казма, Эльбруган, Инжечукон, Старокувинск, Карапага, Апсуа, Кубина. Активное участие в спортивных состязаниях принимала сборная команда Республики Абхазия. Наша главная задача приехать не для победы, не за победой. Наша главная задача приехать ради наших братьев, ради наших сестер. Наша тактика заключается в том, что с каждым годом молодых, новых ребят привозить, потому что это мероприятие проходит раз в год. И если ты сюда будешь ехать только за победой, ну, грош тебе цена. Здесь нужно знакомиться с братьями, с сестрами, потому что связь, которая здесь наладится, она намного сильнее, чем кубок или чем медали. Я ни разу не попадал, чтобы были скачки, это очень-очень воодушевляет. Впервые в этом году организаторы игр внесли в перечень спортивных состязаний конные забеги. Всадники из Адыгеи, Кабарино-Балкарии, Крачаево-Черкесии и Абхазии соревновались за призы на разных дистанциях. Во все времена любое зрелище, связанное с лошадьми, завораживает. Ведь со скачущей лошадью может сравниться только горящий огонь. Итак, у нас борьба между Родедой и Атирфом. На финишную прямую кампанию выводит Родеда. Родеда впереди, Атирф полевой стороной. Родеда лидирует на втором месте Атирф. Родеда впереди, Атирф полем. Атирф потихонечку, похоже, начинает отставать и уже выключается из борьбы. При исповеди Назы Петлисова выигрывает Родеда. Гостей и участников спортивного праздника приветствовал Мусаек Зеков, президент Международного объединения Алашара, член парламента Карачаево-Черкесской республики. Я хочу поблагодарить всех, особенно простых жителей села Апсуа, которые работали и создавали, я бы сказал, этот замечательный стадион, многофункциональный. Я убежден, что и после соревнований эта замечательная площадка, уже наполненная энергией наших азартных спортсменов, будет служить не только селу, но и республике в целом. Я хочу поблагодарить команду Алашара, Конгресса, всех вас, кто трудился целый год, чтобы создать этот невероятный праздник, праздник здоровья, праздник души, праздник братства. Я хочу поблагодарить руководителя республики Рашида Борисовича Тимрезова, всю администрацию, правительство и парламент, которые поддерживают нас во всех наших светлых начинаниях. Мы выступаем как единая семья, единая команда. Спасибо всем, кто помог организовать это мероприятие. Среди множества видов спортивных состязаний за 9 лет, в течение которых проводились игры народов Абаза, есть одно, которое удивительным образом демонстрирует не просто командный дух, но и зажигательный азарт болельщиков. Перетягивание каната – это своеобразная игра, которая есть в истории многих народов России, и не только кавказских. «Прининг! Прининг! 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 Принин пят котлы. На протяжении всего дня участников спортивных игр и гостей праздника угощали женщины абазинских аулов, которые вложили в своё гостеприимство, теплоту и частичку своей души. По итогам спортивных состязаний в командном зачёте победили спортсмены из аула Кубина, а переходящий кубок и право проводить абазинские игры в следующем году принял аул Старокувинск. Продолжился фестиваль в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в Черкесске, где была представлена культурная часть, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и литературных изданий, абазинская кухня и произведения изобразительного искусства и современной фотографии. Маленьких гостей праздника радовали волонтёры, которые, используя аквагрим, изображали на их лицах атрибутику абазинского народа и другие рисунки. И, конечно, танцы и музыка, под которую ноги сами пускались в пляс. Я очень рад, что у нас есть такие инициаторы, такие организаторы, как организация «Алашара», как Нусаха Балевич и экзеков, которые одной из целей своих жизней поставили возрождение культуры абазинского, в данном случае, народа. Нам сейчас как раз важно возвращаться к своим корням и думать, куда мы будем двигаться дальше. И спасибо вам всем, что сегодня вы здесь. Значит, для вас родная культура, родной язык – это не пустой звук. Значит, все вы об этом думаете. Асяд Гачияева приехала на праздник из Ужжигуты. Ася – дочь двух народов – карачаевского и абазинского. Специально для этого она подготовила абазинский танец кошара, а ее мама сшила национальный костюм. Выступления девушки зрители принимали на ура. Почему ты для сегодня, для исполнения выбрала именно абазинский народный танец? Потому что я считаю, что нужно продвигать нацию, нужно поддерживать все традиции, все обычаи, все нации. Ну, все должны быть дружными. Я считаю, что все должны друг друга поддерживать, поддерживать, жить дружно, любить друг друга и не спорить, кто лучше, кто нет. И считать, что каждая нация хорошая по-своему и поддерживать друг друга. А чтобы знали, как у нас раньше были традиции, какие танцы у нас были, какие костюмы, как мы грациозно танцуем, чтобы все не забывали об этом и помнили. А тебе понравилось, как тебя поддержали сегодня во время выступления? Да, очень. Было неожиданно. Я немножко растерялась, но потом поняла, что танец это и есть, то, что происходит с тобой в данный момент, что нужно как-то, что люди тебя поддерживают, то, что всем это нравится. Большой интерес, особенно у мужчин, вызвала выставка ножей ручной работы мастера Зураба Токушинова, который не в первый раз принимает участие в празднике народа абаза, и каждый раз для этого особенного дня он мастерит новые изделия. Отличие, единственное, что от других ножей Северного Кавказа у нас сквозной монтажный ножей. Ну, то есть на сквозь металл. И ножны у нас вставляются в обе стороны. И полностью погружены, и в обе стороны вставляются. Вот отличие. Вот так вот они считают. Говорят, что каждый мастер, который изготавливает, ну, неважно что, ну, видимо, ножи в том числе и оружие, вкладывает в него свою душу. С вами такое происходит? Наверное, это со всеми происходит. Потому что никогда не хочется делать одинаковые ножи. Вот у меня на стенде, мои ножи одинаковых нет. Это не похоже, но разный металл, разное дерево. Где-то латунь, где-то мультфер, где-то сталь применяется. Неинтересно делать что-то одинаковое. Что-то, наверное, это и говорит о том, что душу вкладываешь. Душу на душу, но не хочется делать так, как все. В основном это, чтобы молодежь, подрастающие поколения, чтобы видели это все воочию. Ну, в интернете можно увидеть, но это не тот. А так они видят, трогают. Это история наша. Если люди не помнят историю, они в ближайшее особенное, они не видят. Потому что мы по-моему еще не любим, это наша история. Гостей радовали песнями и танцами, музыкой и угощениями. Ближе к вечеру, в ожидании заключительного концерта, все участники наслаждались праздничной атмосферой. Концерт мастеров искусств собрал аншлаг в амфитеатре. Выступление любимых артистов вызывало шквал аплодисментов. Завершился фестиваль культуры и спорта народа Абаза праздничным фейерверком.